Огонек у них в глазах, хотят заниматься, а не сидеть на диване с гаджетами. У юнормейцев второй гимназии совсем другие интересы. Вместе со своим педагогом Фаатом Сунгатулиным они увлечены походами, изучением истории, отработкой мастерства военно-прикладных видов спорта. Отряд застава создан в начале учебного года, но уже сейчас готов похвалиться своими результатами. 11 человек моего класса уже сдали нормативы всероссийского спортивного комплекса ГТО. Шесть значкистов на золото, три на серебро и двое сдали на бронзу. Не в каждом классе такое же может быть, что ты юнормейец, тебя могут подготовить к армии, еще заниматься там в походах, ходить, разбирать автоматы, стрелять. Всегда подвергнуть своему отечеству, именно армейскому брату. Клянусь! И вот шестиклассники, прошедшие испытания, произносят клятву и официально вступают в ряды юнормейцев. Торжество приурочено ко Дню Героев Отечества. Ребятам вручает первое в их жизни удостоверение Алексей Кораблев, Герой России. Я очень рад, что с малых лет люди имеют такое патриотическое воспитание в нашей стране. И думаю, что наша страна будет в надежных руках. Юнормейцы – это очень высокое звание для обычного человека. Нужно соответствовать этому званию, нужно любить Родину больше, чем остальные, нужно быть примером для других классов, нужно помнить всю историю, знать героев своей Родины. Среди гостей церемонии ветераны пограничных войск, представители военного комиссариата, юнормейцы отряда «Патриот» имени Романа Орлова. В ближайших планах у новоиспеченных юнормейцев – подготовка к школе безопасности, республиканским соревнованиям среди школьников по военной подготовке, а также к Олимпиадам и другим испытаниям. Не подводите, будьте достойны этого звания юнормейцам. И в будущем ждем от вас хороших результатов. Благодарю за службу! Служу России! Вольно! Служу России!